Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале SmartFromChina и с вами я, Александр. Сегодня на столе у меня посылка со старшим братом Xiaomi Redmi 5 версии Redmi 5 Plus. Злые языки поговаривают, что данный аппарат должен заменить собой Redmi Note 5, но просочилась информация о том, что все-таки Redmi Note 5 чистый будет, и это будет старший аппарат линейки, возможно, с двумя камерами, с какими-то наворотами, а сегодня мы будем рассматривать вот эту версию, сравним ее, разумеется, с Redmi 5 обычным, и также сравним с Redmi Note 4X. Правда, под руками у меня его нет, поэтому будем сравнить виртуально, возьмем данные размеров с офсайта, а данные тестов возьмем с моих уже предыдущих обзоров, то есть я возьму свои данные, ну а пока посмотрим, что он из себя представляет, в принципе. Да, кстати, продавец мне обещал, что здесь уже будет установлена глобальная прошивка, сейчас посмотрим, обманул он меня или нет. Обратите внимание, какая-то наклеечка, может быть как раз и отметили то, что глобальная прошивка уже установлена. Так, информация, 599, Full HD+, экран, такая же 12-мегапиксельная камера, как в младшей версии, 4000-я батарея, 625-й, хорошо нам знакомый Snapdragon, дата производства, 12-й месяц, 17-й год, версия 3х32 гигабайта. Комплектация должна быть точно такая же, то есть с силиконовым бампером, вот та же пленочку, сподобились положить на экран китайцы. Да, здесь у нас вот силиконовый бампер находится, давайте мы его достанем, поскольку надо будет его примерить. Сам аппарат, ну и комплектация, как обычно, зарядное устройство 2 А. Кстати, аппарат должен поддерживать быструю зарядку, в отличие от младшего брата. Сразу давайте снимем все пленки, чтобы не портить впечатление от просмотра. Итак, друзья, вот он наш красавец, и по первым ощущениям я вам скажу, что он нисколько не шире, чем Redmi Note 4X. У него вот такие есть приятные завалы, чуть больше они, давайте сразу посмотрим в сравнении с младшей версией, потому что батарея у нас 4000-я, и немножко пришлось, видимо, толщину увеличить. Камера выступает, но чуть меньше, и здесь чехол, возможно, будет прям заподлицо и нивелировать, так сказать, этот выступ. Остальные все органы управления точно такие же, обратите внимание, прям совпадают кнопки. Лоток SIM-карт такой же гибридный, снизу точно так же две решетки и microUSB. Так, задняя часть как у нас выполнена, смотрим. Здесь, в отличие от младшего брата, двухтоновая вспышка, также логотип. Камера точно такая же должна быть. О, Unlocked надпись. Все, аппарат разблокирован, китайцы мне поставили глобальную прошивку. Молодцы, спасибо им огромное. Избавили меня от некоторого геморроя. Кстати, появилась информация о том, что аппарат теперь не нужно разблокировать для того, чтобы установить на него глобальную прошивку. Но у меня разлученный. Mi i9, причем чистенькая. Ну что ж, друзья, загрузился наш аппарат. И сразу вам скажу, экран, конечно, хорош. Это Full HD+, 18 к 9. IPS, OGS, смотрим сразу углы. Все с углами в порядке. Да, кстати, я не сказал, естественно, и у младшего брата, и у старшего есть олеофобное покрытие. Экран 2,5D. И, кстати, что радует, закругление в самом конце вот здесь вот. То есть, не как у Redmi 4X, например, чуть ли не сантиметра, а начиналось с закругления. Очень-очень прикольно выглядит. Давайте еще раз посмотрим лицевые части. Точно такая же лицевая панель сверху, я имею в виду светодиод. Фронтальная вспышка также присутствует, разговорный динамик. Рамки сразу оцениваем на белом, хорошо видно. Рамки, ну, вроде как одинаковые. Или, возможно, даже чуть поменьше на Redmi 5+. Так, убавляем яркость до комфортной. И смотрим, что у нас установлено в телефоне. От какого производителя экранчик. Информация о версии. Итак, друзья, экран у нас установлен от компании Tianma. Тач-панел от компании Synaptics. Один из самых крупных производителей тач-панелей для ноутбуков, в частности. Фронтальная камера Q-TEC OmniVision 5675. И основная камера Sony OmniVision 12A10i. Точно такая же, как и на Redmi 5. Эксидрометр, гироскоп, 3 гигабайта памяти Samsung. E-MMC память Samsung, то есть оперативная и постоянная память производства Samsung. Что у нас тут еще есть? Хардварь и PCB. Сборка. Ну, в общем, вот как-то так. Ну что же, друзья, давайте сборочку еще раз я прочувствую. Все довольно неплохо. Примерим бампер. Сейчас я накину тесты. Добуду свои тесты из загажников Redmi Note 4X. И все дело сравним по размерам, по тестам. Мне прежде всего интересно, как себя будет вести на Full HD Plus разрешении данное железо. Итак, друзья, пообщался около двух часов с этим аппаратом. И давайте продолжим наше тестирование, так сказать, предварительное. Для начала я еще раз хочу вам показать раздел о телефоне. Что-то я быстро его проскочил. Redmi 5 Plus, 7.1.2, версия Android. 9.2.0.2, глобальная прошивка установлена. Это замечательно. Внутренней памяти крайне мало остается от прошивки. Видите, да, 21.26 доступно. Что еще могу сказать по настройкам? Конечно же, у нас двухдиапазонный Wi-Fi. И, в принципе, все то же самое, как и в Note 4X. Также есть дабл-тап, автоповорот. В общем, все нормально, все работает. Далее переходим к сравнению размеров аппаратов и экранов аппаратов. Для начала смотрим пятую серию, обычный 5 и 5+. Пятерка у нас 151 на 72,8 на 7,7 и 5+. 158 на 75,45 и на 8,05. Теперь смотрим размеры Redmi Note 4X. Высота 151, ширина 76, толщина 8,45. И что же у нас получается? Получается, что Redmi 5 Plus при размере экрана 5,99 совершенно не прибавил в ширину, а даже убавил на полмиллиметра. Это, кстати, очень радостная новость, потому что 5 обычный, он прибавил немножко в ширину по отношению к 4X. Теперь смотрим экраны. Непосредственно значение плотности пикселей. И для начала Redmi 4X. Плотность пикселей 403 ppi. NTSC охват 72%. 5,5 дюйма диагональ. У 5 Plus при 5,99 та же самая плотность пикселя 403 ppi. При этом охват NTSC улучшился и стал 84%. И рядышком мы можем видеть Redmi 5 значения, те самые 282 ppi, которые чуть-чуть уменьшились по отношению к Redmi 4X обычному. И 72% охват NTSC. Собственно, это отличная новость для фанатов Redmi Note 4X, поскольку в ширину аппарат нисколько не прибавил. И у вас будут точно такие же ощущения. Кстати, по высоте Redmi Note 151, а Redmi 5 Plus 158. То есть значение увеличилось совершенно ненамного. И, кстати, по высоте Note 4X соответствует просто Redmi 5. Сложив их вместе, мы можем посмотреть разницу тех самых 7,5 мм, на которые Note 4X меньше, чем Redmi 5 Plus. Но незначительная разница. Главное, он не прибавил в ширину. Продолжаем дальше. И у нас тесты сравнительные. Итак, в Epic Citadel аппарат Redmi 5 Plus набирает в Ultra High Quality 49,3 кадра в секунду. Обратите внимание на разрешение, 1984, полоска вот эта вот не учитывается. Теперь смотрим результаты Redmi 4X, по моим данным. И они практически такие же, но чуть-чуть меньше. Я думаю, что это версия Android сказалась. На Ultra High Quality набирает 47 практически кадров, 46,9. То есть нас радует то, что производительность от разрешения на Full HD Plus нас не расстроит, то есть она не уменьшится. В Antutu аппарат набирает 62,658. Но, в принципе, это тоже соответствует примерно Note 4X. Примерно те же самые результаты. И, кстати, что интересно, Antutu 6-й версии не умеет учитывать разрешение Full HD Plus, поэтому мы фактически сравнивали аппараты Full HD. А вот седьмой Antutu, случайно вот залетевший сюда с маркета, китайского, да, с Mi-маркета, вот он уже считает, но там совершенно другие тесты. Я думаю, что к обзору Redmi 5 Plus я раздобуду Redmi Note 4 и сравню его на одинаковых прошивках, на новой версии Antutu. И фотографии в том числе все будет сделано в единой системе координат. В Geekbench 4 мы имеем вот такой вот результат. И мои соображения по поводу новой версии Android и новой версии MIUI подтверждаются тем, что вот 625-й Дракон на шестой версии Android набирал вот такие вот результаты. Видите, как по мультикор поднялось сейчас значение. В общем-то, это приятно. Теперь по звуку. Звучание этих двух аппаратов примерно одинаковое. И оно, надо сказать, отлично. Я поближе познакомился уже с этим смартфоном и выяснил, например, что у них у обоих звуковая составляющая именно от 625-го. То есть, обратите внимание, MSM 8953 Sound Card. И звук просто отличный. Особенно в наушниках меня прям вообще впечатлила разница, скажем, с тем же Redmi 4X, который, кстати, вот здесь у меня рядышком лежит. И здесь у него звуковая, обратите внимание, какая, 8920. Это от 427-го, 425-го чипа звуковая. То есть, ну, по-любому он будет проигрывать. Звук внешнего динамика пятерки и 5-плюс практически не отличается. Сейчас я вам дам его послушать. Начнем мы вот с этого. И 5-плюс. По моему мнению, динамики идентичны. И звук, кстати, очень-очень хороший. Слышно его отлично. Задняя крышка вибрирует. Басов все-таки прибавилось. Теперь несколько слов о камере. Камера установлена абсолютно точно такая же, как и в Redmi 5. И, кстати, приятный момент, который я заметил. Камера, вернее, ее внешнее, значит, стекло имеет олеофобное покрытие. То есть, отпечатки пальцев не остаются. Это дает нам надежду на то, что и царапаться оно будет несколько хуже, чем обычное стекло. Все-таки какая-никакая защита. По качеству фотографий. Как я уже говорил, все улучшилось по сравнению с 4-й серией. Непосредственно по качеству фотографий. Сравнивать я с ноутом не могу, потому что у меня именно на руках нет. Снимки нужно делать в одних условиях. Поэтому скажу просто свои некоторые наблюдения. В автоматическом режиме фотографии неплохие, очень неплохие. Но несколько отмечается завышенное значение ISO. Смотрите. Здесь оно целых тысяча. Но при этом, конечно, выдержка 1.25. Это хорошо. То есть, микросмазов будет меньше. Но если вручную убавить до 400 ISO, правда, немножко увеличится выдержка до 1.17. Но зато фотография становится просто отличной. Она чуть-чуть темнее. При этом четкость повышается. Но естественно, у нас закон, чем нише ISO, тем выше четкость. 200 пробовал, 200 уже темновато. То же самое вот здесь. Это, если я не ошибаюсь, 400. Да, это 400. Я вот по клетке оцениваю четкость. Смотрите. И общее качество картинки какое. А вот тысячная ISO в автомате. И смотрите, клеточка уже немножко начинает подрасплываться. Хотя, если сильно не кропить, фотография в авто получается отличная. Главное, как я уже говорил, иметь твердые руки. Что особенно меня порадовало, это запись видео в этих аппаратах, в Redmi 5. Я замечал такие вещи на камерах от OmniVision, что они не бросают кадры при снижении освещения. Ну или не так дико бросают. По крайней мере, в помещении совершенно не снизилась частота кадров. Сейчас я вам покажу в Мексплеере. Обратите внимание, как плавненько идет картинка. Отлично. Никакого пропуска кадров не вижу. И самое главное, смотрим свойства. И что мы видим? 30 кадров в секунду. Очень много людей жаловались мне на то, что у растоковой камеры в Redmi 4X был сброс кадров серьезный. То есть ниже 20 даже в помещении. Причем при довольно-таки приличном освещении. Я рекомендовал ставить open camera, выставлять ISO 400. И, в общем-то, проблема эта уходила. Но здесь все работает отлично. И на стоке фокус отличный. Короче говоря, камеру потянули очень значительно. И это радует, что теперь мы в бюджетном сегменте. Фактически будем иметь очень хорошую камеру. Для своей цены, разумеется. Еще один маленький прикол, но это больше касается, наверное, Ютуба и экранов 16-9. Это масштабирование изображения. Смотрите. Вот так, если сделал двумя пальцами на Ютубе, то мы получаем... Что замечательно у вас сделали в 4-й серии? Замечательно то, что... Картинка на весь экран. И старший вот этот Redmi 4X... Звук, обратите внимание, да? Как хорошо слышно голос. И не бюджетный. В общем, это такой... Правда, при этом происходит небольшой кроп картинки, как вы видите, да? Но зато мы получаем изображение на всю поверхность экрана. И, в общем-то, это замечательно. Так, и последний момент, который хочу я вам поведать, о котором, это быстрая зарядка. Вот этот вот аппарат 5 Plus. Ее поддерживают. Для этого мне понадобится вот этот вот агрегат. На 8 киловатт. Что не могу сказать о Redmi 5 обычном. 5 Plus без проблем. Смотрите. Подсоединяем. Смотрим на значение напряжения. И что же мы видим? Аж 9 вольт пошло. 9 вольт 1,75 ампера. Это отлично. Значок быстрой зарядки также присутствует. Это нам дает надежду на то, что заряжаться 4000 батарея наша будет на часа полтора. Максимум в районе двух. То есть зарядка будет идти довольно быстро. Проверяем Redmi 5 обычный. И зарядки мы быстро здесь не находим. Обратите внимание, все идет на обычном значении. 5 вольт. Ну, полтора ампера сейчас, потому что он заряжен уже практически. Хотя нужно сказать, что эта батарея тоже заряжается достаточно быстро. Примерно час сорок, час пятьдесят полная зарядка происходит. Что очень даже хорошо. А как ее расходует бережно этот аппарат. Но это уже я вам все расскажу в полном обзоре. Redmi 5. Ну что ж, друзья. Таким образом мы имеем замечательный совершенно прогресс. Я не скажу, что что-то революционное произошло. Но эволюция налицо. И, в общем-то, достаточно серьезная. На сегодня у меня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. К вам понравилось, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»